Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим сегодня о болезнях огурца. Основными болезнями огурца являются, конечно же, пероноспороз и настоящая мучнистая роса. О них очень много информации у нас на канале, на многих других каналах, в целом в интернете и в литературе. Однако же, выгоняя грибные патогены из своего огуречника, будь то в открытом грунте или в защищенном грунте, мы освобождаем место для бактериальных возбудителей болезней, которые являются гораздо более коварными и сейчас приобретают очень широкое распространение. Коварство бактериальных болезней, что у плодовых растений наподобие ожога плодовых растений, бактериального ожога, что у овощных растений, будь то слизистый бактериоз у капусты или еще какие-то заболевания, являются коварными потому, что против них нет средств защиты, за исключением бактериальных средств защиты растений, преимущественно на основе псевдомонат или сенной палочки. Очень важно видеть эти симптомы, этих самых бактериозов огурца, потому что если вы используете особенно тяжелые препараты против грибов и сталкиваетесь с тем, что вы их используете, а вам ничего не помогает, многие сетуют, что подделки или какие-то препараты некачественные или еще что-то, на деле это может оказаться на самом деле бактериозом. У огурца существует два вида бактериоза. Это псевдомонатный бактериоз и бактериоз, который вызывается бактериями из рода Ирвиния. Бактерии рода Ирвиния вообще широко распространены и в саду, это тот же самый бактериальный ожог плодовых растений, и один из видов рака, это бактерии рода Ирвиния. Они также вызывают гнили томата и многих-многих растений, овощных и плодовых, вызывают болезни. Примерно то же самое можно сказать о псевдомонатных бактериозах. Кто-то скажет, ну как же псевдомонады, мы же используем псевдомонады и для защиты растений тоже, но псевдомонады и псевдомонадам рознь. Это разные бактерии, которые патогенные и которые наши помощники. Давайте посмотрим, как выглядят бактериозы. В отличие от грибных болезней, в случае бактериозов вы не найдете никаких признаков плесени, как, например, в случае фузариоза при корневых каких-то гнилих, можно увидеть белый налётик такой розоватый, или серый гниль, который даёт серый налёт, или другие грибные болезни, которые могут давать во влажных условиях тоже такие вот плесневые налёты на растениях. Бактериозы чаще всего вылезут как пятна неправильной формы, угловатой формы вот такие вот пятна, угловатый бактериоз его называют. И очень часто эти пятна, на месте этих пятен образуются дырки. И вот если вы увидели ваши листья в дырках и впоследствии усыхание этих листьев, то так и знайте, что никакие препараты против грибных болезней на вашем огуречнике не будут эффективны. Здесь справиться может только препарат бактоген, гомоир, аллерин, ну фитоспорин в какой-то степени, хотя у него активность против бактерий пониже, но это лучше, чем ничего. Очень сильным действием обладает препарат Максимун, который содержит в себе два компонента и сенной палочки, и псевдомонат. Он также обладает и стимулирующим действием. Бактериозы нападают на огурцы, как правило, во второй половине вегетации. И вот у меня, например, на огуречнике ни о каком персноспорозе нет и речи, хотя уже сейчас вторая половина августа. Однако некоторые признаки бактериозов я здесь уже вижу. Конечно, я вооружаюсь сейчас бактогеном и начинаю здесь обработку, для того, чтобы и следа от этих бактериозов не осталось. Что ж, очень важно, мне кажется, показывать симптомы болезни, для того, чтобы вы их видели, для того, чтобы вы могли отличить одну болезнь от другой и принять правильную стратегию для лечения ваших растений. Посмотрите внимательно на эти симптомы. Сравните с тем, что вы видите на своем участке. И если вы видите подобного рода симптомы, немедленно разводите бактоген, гомоир, аллерин, другие препараты на основе сенной палочки и в обязательном порядке обрабатывайте не только огурцы, но постарайтесь обработать и плодовые растения, и томаты. Это ведь свидетельствует о том, что на вашем участке созданы благоприятные условия для развития бактериальных болезней. Легкость, с которой можно воспроизводить бактериальные препараты в домашних условиях, позволяет их использовать как наиболее удачный вариант для безопасной, безопасной для здоровья, безопасной для окружающей среды, стратегии борьбы с целым комплексом заболеваний. Что ж, надеюсь, этот совет поможет вам избежать подобного рода болезней, вовремя начать обработки, правильно выбрать стратегию борьбы с болезнями огурца и других растений. Что ж, на этом я прощаюсь с вами, до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok